Но тут в основном у всех вопрос только с шитьем. На самом деле тут никаких других моментов нет. Какие могут быть у вас осложнения на гранальное смещение? Это стандартно. Это разошлись швы, рецидив произошел. Но рецидив может произойти только в том случае, если у вас недостаток планирования. Швы тоже разошлись только в том, что если вы что-то нехорошо сделали, то это уже ваши заслуги. Если обнажилась твердомозговая оболочка, она сжирается лейкоцитами мгновенно и все. В общем, она уже не работает. Если у вас обнажился свободный десневой депетализированный трансплант, ничего с ним страшного не будет. Он выживет и сам. Ну и гематомы отеки это стандартное осложнение, которое бывает при любых вмешательствах. В той или иной степени работать с этим можно как всегда. При работе с твердомозговой оболочкой есть иногда у некоторых пациентов, особенно аллергиков, небольшая реактивность, выражающая отеками. И вот у таких пациентов я в любом случае назначаю просто Зертек или Эриус на 3-4 дня, чтобы они себя немножко получше чувствовали и снизить вот эту сенсибилизацию. Температура тела может повыситься вообще на любое вмешательство, начиная с простого удаления зуба и заканчивая любым вмешательством. Вот очень интересный пример клинический. Эта пациентка обратилась ко мне с жалобами не на образование рецессии, а на подвижность зуба. У нее в течение полугода были утрачены зубы на верхней челюсти в боковом участке. И, по всей видимости, это как-то спровоцировало эту историю. Появилась према между ЗБМ-22 и 23. И появилась подвижность спустя какое-то время. Вот пришлось такой жалобы. Пожалуйста, дизайн. Хорошо здесь видим всем. Ну и вот такая картина. появилась, когда мы подняли косичный лоскоп. У нее благоприятный биотип, на самом деле, такой хороший. Средний, ближе даже, наверное, уже к толстому. Ну вот такая проблема с костью произошла. И там вот этот дефектик костный, он еще и заходит немножко и в нюбную сторону. Тоже распространяется, просто здесь не совсем корректно получилось его показать. Это второй. Сейчас я вам скажу. А, нет, третий. Третий. Это твердомозговая бочка перфорированная. Мы решили совместить приятное с полезным, чтобы не резать все по несколько раз. Мы внесли костный материал туда. Физораствором или кровью. Это микс. Сверху мы поставили твердомозговую оболочку. Вот так просто вообще злыми швами зафиксировали. Нет, можно. Ну, трансплантацию, да, заводим. Либо здесь особенно необходимости не было. Ну, примерно вот так это выглядит. И всегда крестик сверху. Вертикальные разрезы здесь ушито непрерывно. Это тоже помогает. Любой позитивный посыл. Это неделя. Да неделя это снятие шов. Все, в общем, очень симпатично. Это два месяца. Это восемь. А по поводу я делала, вы сказали, что не было зубов? Ну, да, уже, да, там скулы уже есть было. Даже немножко, я бы сказала, чуть-чуть у нее подсократилась трема между зубами. Но подвижность ушла через полтора месяца, что вообще железная. То есть он как стоит, как копанный, никуда. А в чем причина? Ну, вы же дефект костный видели. Ну, видел. А дефект как следствие, а причина? Продонтит у нее. Продонтит. Он просто здесь спровоцировался. У нее внизу такие же костные карманы. Мы уже там потом занимались. А по что вы сюда имплантат поставите? Я кота ее первичное видела. А корень как же? Ну, гейтинг. Все то же самое. Что? Извините, пожалуйста. Это я на оба вопросу. Я не слышала. Нет, просто вот интересно. Если корень был подвижный, то почему мы занимаемся пластикой? Ну, мы же анализируем не только пациента и то, что во рту, а компьютерная томография. Здесь не представлено КТР, вот поэтому возникают вопросы. Это не методы доказательной медицины компьютерной томографии? Это дополнительно, да. А витальность зуба определялась? А зуб витальный? Интактный. А вот однослойная методика, однослойная и отличается? Применяется пластическим изделом или нет? А, все, понятно. На основании чтения компьютерной томографии. Я приняла решение, что этот зуб надо сохранить, потому что имплантат ставить не во что. И после удаления зуба, и даже если его здесь что-то пытаться наращивать, ничего в области бокового резца у вас не вырастет. Поверьте мне, пожалуйста, я их столько просто прооперировала в свое время. И с удалением, и с аугментацией, это зона кондропорса. Здесь не растет ничего. Боковые резцы нужно сохранять максимально разумно, если это возможно. А в данном случае я была абсолютно уверена, что это возможно. Я вообще шинирую только спустя 3-4 месяца, если не появилась стабильность. А зачем мне распиливать хороший зуб, абсолютно интактный, не имеющий ни одной реставрации, если он сейчас застабилизируется? Если бы он не застабилизировался. Ну вы же препарируете твердые ткани для шинирования. Да, по прикусу все выбивается, все это чушь собачек. Зачем? Ну здесь не было необходимости. Если вы получили через 3 месяца стабильность зуба, зачем? А если бы ее не было? Если бы ее не было, надо разбираться, почему. Изначально они уже подвижны, чтобы все операции усугубятся. Усугубятся, а потом будет лучше. Ну и что? Пусть не едят. У нас есть когда подвижность, да? Конечно. Нет, есть критичная, есть третья степень подвижности, которая сначала шинируется, а потом оперируется. Третья, четвертая, да, когда вы просто удалите зубы, если вы будете оперировать. Здесь 1,2 была, поскольку все-таки корень короткий, да, второго резца бокового, то у него эта подвижность развивается очень быстро, особенно при таких костных дефектах. И она у нее и развилась, на нее было присоединение. Обратите внимание, там видно, там цианатичная десна, там видим как бы очаг воспаления. Это очевидный как бы. У нее жалоба-то была именно воспалительного характера. Ее эстетически как бы так не очень это беспокоило. А вы считаете, что все зубы не надо как бы их оперировать, их надо все заместить имплантатами? Сколько лет вы ставите имплантат? Я не такой имплантолог. Сколько лет? Два года. Ну вот. Может, отстрочен результат скоро. Да, через 10 лет встретимся и поговорим. Ваше мнение я с удовольствием вас послушаю. Что надо было делать в этой ситуации? Все, что вы можете сохранить, зубы – это зубы, имплантаты – это костыли. Вот и все. Ну, я могу дать этой пациентке шанс на выздоровление и восстановление. Вот и все. И я хотела бы, чтобы вы тоже так стали рассуждать. Это задача этого курса. А здесь пациентке не предлагалось ортопедж? Не, что вы забыли. Стэм может быть сосочек. А на подвижный зуб какой вменяемый ортопед на такое воспаление будет работать? После вашего лечения. Ну вот, лечение закончилось. Я на самом деле ей предложила создать контактный пункт, и сосочек сам еще подрастет, как только он появится у нее. Но она запротезирует сейчас просто те участки, которые нам нужны, чтобы работать уже в объеме выстроенной ортопедии. Это более правильно. Мы же там долго, у нее там долго удаление. Этот костный дефект он обрабатывался чем-то? Да. Обязательно, да. Чем? Хлорококсидином обрабатывается. Как обычно, любой воспалительный очаг, полость рта вы обрабатываете антисептиком, тем, которым вы работаете. По показаниям. По показаниям. По показаниям. По показаниям. По показаниям. Продолжение следует...